Привет, мои хорошие! Это Оля Котлерова. И это видео я хочу посвятить моей коллекции ножей для вырубки. Пару слов расскажу, что это. Это, собственно, ножики, которые мы используем с вырубными машинками. У меня, кстати говоря, Бигшот, и он у меня не так давно, всего лишь два года назад я его себе приобрела. У меня уже большее количество лет есть плоттер, и по мере использования плоттера я все-таки решила, что Бигшот мне тоже нужен, хотя изначально склонял к тому, что он будет его заменять, но на самом деле это разные такие устройства очень сильно. И в силу того, что у меня уже был определенный опыт в скрапе, и я Бигшот купила далеко не сразу, спустя только несколько лет занятием скрабукингом, я понимала, что коллекцию ножей нужно собирать осознанно, и если скупать все подряд, можно, ну, зря потратить очень много средств и не пользоваться этими ножиками. Поэтому я с самого начала приобретала их очень осознанно. И, кстати говоря, даже у меня первый нож появился еще до того, как у меня появился Бигшот. Я себе заказала пару наборов ножей, папочки для тиснения, и спустя буквально месяца полтора или два у меня появился Бигшот. То есть это был такой хороший очень знак. То есть если вы хотите себе машинку для вырубки, но пока по тем или иным причинам у вас ее нет, то вы попробуйте купить себе ножик, может быть и на вас этот метод тоже сработает, на мне вот сработал. И опять же про осознанное приобретение ножиков поделюсь своим опытом, какие ножи нужны, какие не очень, от чего может быть отказаться, и что будет актуально практически в любом проекте, несмотря на то, каким бы стилем вы не увлекались и в каком бы стиле не работали. Пройдемся по моей коллекции. У меня ножички лежат вот в таком контейнере, я их так храню. Как я и сказала, что у меня не так уж их много, не какое-то безумное количество. И те, которые приобретались, они приобретались очень осознанно и с пониманием того, зачем они мне нужны. Ну вот как они у меня лежат, в том порядке я и начну. Хотя, вы знаете, нет, я лучше вот в таком порядке. Самые первые, которые я приобрела, это были вот эти папочки для тиснения, где они у меня тут, вот все они вместе. Я сразу взяла себе четыре кружочки большие, маленькие, полосочки и треугольнички. И с тех пор никаких новых папок не приобретала, а осталось вот все в том же количестве. И я их очень люблю, ими регулярно пользуюсь. А первые ножи, которые я себе заказывала, это были два вот таких набора. Вот этот набор от Little Bee и вот этот набор тоже от Little Bee. Мне у них очень нравится упаковка. Ну, конечно, я их заказывала не ради упаковки, а ради самих ножичков. Вот эти рамочки такие фигурные и квадратики. И у тех и у тех ножей отдельно есть декор края. То есть можно взять только сам ножик, вот этот квадратик, и сделать квадратик. А можно к нему еще добавить такие дырочки или просто отдельно дырочки сделать, и будет просто рамочка такая перфорированная. Тоже достаточно интересно смотрится. И тут тоже самая строчка, которая у нас идет по периметру фигурки. Она тоже отдельно, ее можно сделать одну, можно сделать вместе с вырезанным контуром. И упаковка у них мне прям супер нравится. Она, конечно, я понимаю, что увеличивает стоимость. Очень круто, но очень удобно в хранении. Такая книжечка с магнитным листом. У нее тут магнитики. И захлопывается. В принципе, можно сделать такие коробочки самостоятельно. И я все хочу заказать себе винил такой магнитный, чтобы наделать таких вот для хранения, потому что пока у меня ножи хранятся вот в оригинальных упаковках, а некоторые даже без упаковок. И сюда же я добавила некоторые маленькие ножички, у которых не было отдельных каких-то упаковок удобных. Вот это ножик Fantasy, флажок со строчкой. Он был просто упакон в обычный пакетик, в котором мне не очень удобно хранить. Флаффи Даффи у них тоже такая же упаковка. И вот это тоже ножичек, перышко Флаффи Даффи. Вот этот нож и этот, это студио Калика, мне в китах они присылали. То есть они там как-то клали в какие-то какие-то ножички попадались. И они в обычном были пакетике, как штампики упакованы. Поэтому они маленькие, и я их вот сюда добавила, в эту упаковку. И тут же тоже вот еще один флажок от Fantasy. И билетик, это тоже студио Калика, в наборе со штампами был. Штампы у меня отдельно хранятся от него, а ножик отдельно, вот в таком виде. Дальше у меня идут ножи Prima конфетти, которые у меня вот в таком формате хранятся, в оригинальной упаковке. У Prima упаковка, в общем, ее можно убрать, вот эту картоночку, и здесь есть дырочки. И получится такая книжка, которую можно соединить в альбомчик и листать, например. Но мне книжки неудобны. Я как-то хранила штампы в книжках, и я пришла к выводу, что для меня это не очень подходит, вот это перелистывание. Мне лучше вот так, как в картотеке, когда все отдельно, и можно достать спокойно, а не доставать всю эту папку, и куда-то там залезать в файлик. Как-то мне это не так удобно. Я беру один нож и его использую. Дальше у меня идут мое недавнее приобретение. Наборчик от Mimikad. Сейчас покажу. Набор штампов и два ножичка. Я ими еще не пользовалась. У меня еще в упаковочке даже не попробовала. Но тут принцип в том, что вот эти все штампики, которые есть, они тут в натуральной величину изображены. Их можно на вырубке от ножей ставить оттиски и делать такие закладочки. Есть и кружочки, и прямоугольнички. Можно какие-то надписи отдельные, просто на кружочек. В общем, можно делать такой микс интересный. И получаются такие готовые украшения для миников, для страничек, для планера. По-моему, вообще супер. И упаковка у них мне тоже очень нравится. В таких удобных картонных конвертиках. Они плотные, и сразу все изображено, все видно, все супер-классно. Итак, дальше у меня нож. Вот такие вот рамочки от Memory Box. Тут три билетика разного размера. Они достаточно большие. Из большого можно прям делать целиком страничку для миника или какие-то такие вставки, теги в кармашки, в альбомы. Тоже хороший. Еще от Mimicat ножички у меня вот такие есть. Покажу всю мою коллекцию обширную. Они такие классные, в таких конвертиках, и очень вот прям как в картотеке. Вот для моего принципа хранения отлично подходит. Вот этот постоянно у меня в работе мелькает. Мои любимые розочки. Идеально подходящие для меня. И вообще прям обожаю этот ножик. Веточка. Вот этот алфавитик. Тоже его люблю. И в страничках его можно, и в миниках использовать. Вот это из новых. Пяльцы с розочкой. И розочка там отдельно вырубается. Контур и отдельно серединки. То есть можно сделать двухслойную такую розочку. Отдельно вырубить контур. И сверху вырубить серединку с контуром. И тогда будет такая двухслойная. Еще одни буковки. Более такие тоненькие. Ну, по размеру они примерно одинаковые. Но вот этот шрифт более такой изящный. Тонкий. Цветочки. Такие травиночки. Бабочки. Вот бабочки, кстати, хочу показать. Чтобы вы видели, какие у них ножи. Тоже я их уже попробовала. И тут целый набор ножичков. Есть две бабочки. Такие вот контурные. Просто контуры. Есть одна бабочка, которая вырубается и контур, и вот ее всякие дырочки-прожилочки. И отдельно вот к этим контурным бабочкам есть отдельные вставочки. То есть можно вырубить бабочку и сделать на ней дырочки. А можно сделать просто контур бабочки. И то же самое вот с этой средней бабочкой. По-моему, вот эта вот идея, которую Mimikad реализует в своих наборах, таких конструкторов, которые можно варьировать. У них есть листочки-конструкторы, которые я еще не успела заказать. Но, может быть, когда-нибудь скажу. К ним присматриваюсь. И дает такое разнообразие. То есть у нас не просто одна ажурная бабочка. А хочешь ажурную, хочешь цельную делай. Хочешь, просто сделай дырочки одни в цельном листе, а контур бабочки не делай. И будет тут такие проглядывать. В общем, по-моему, очень прикольная идея. Так, это Mimikad все. У меня вот тут еще пакетик затерялся. Собственно, вот те ножи, которые не имеют упаковки, какой-то вот отдельный такой, они у меня пока хранятся вот все вместе. Тут у меня ножички разные. Тут есть Fluffy Duffy. Я думала, что я закажу себе винил магнитный и их как-то организую. В Fluffy Duffy много у меня ножичков. И такие я... Это с Алиэкспресса китайский наборчик. Знатоки Алиэкспресса наверняка видели его. Баночка и два тега. Кстати, классный набор, очень такой используемый. И у Fluffy Duffy люблю вот этот, как разделитель куда-то засовывать. В общем, они пока вот эти ножи, у меня лежат все вместе. Но я их помню. Я помню, что у меня есть. Я ими практически всеми пользуюсь активно. Поэтому помню, какие у меня лежат в пакете. Ну, конечно, для красоты и организации следует мне как-то это все пересмотреть. Плюс от Cottage Box, по-моему, вот эти у меня рамочки. Такие же есть и на Али. То есть, если не хочется приплачивать. Но тут мне нравится то, что они изначально уже были на магнитном вот этом виниле. И много рамочек, которые вот супер-универсальные ножи. Как раз это какие-то рамочки, вот такие вот штучки, вот такие теги, буквы. Ну, в общем, ладно, об универсальности потом покажу. Но вот эти тоже одни из первых, которые я заказывала. Потому что я понимаю, что такие рамочки, они и просто прямоугольнички, можно вырубать и рамки. И они в любой проект, в любой стиль впишутся. будут там хорошо смотреться. Еще вот такие вот ножички, тоже китайские. Я их организовала. Это бантики для создания украшений. И вот такие вот табы-разделители, которые в миниках и в страничках суперские вообще смотрятся. Я их, видите, прилепила, поскольку ножички маленькие. Они слетают все равно, потому что их много. Я их вот на такой магнит. Это какой-то рекламный магнитик. Я думаю, что можно... У меня таких рекламных магнитов много в какой-то момент появилось дома. Я думаю, их на картоночку приклеить. И так у меня будет организовано. Но пока я прилепила на такой магнитик и в пакетике их храню. Плюс один у меня ножик Waffle Flower, такое сердечко. Недавно заказала, но я ему уже активно пользуюсь. Вышитое сердечком, он вырубает только дырочки вот эти. Заказывала его на Блицсе. И потом у меня два ножика Eco Paper. Когда они вышли, они еще не анонсировали. Я прям сразу там в предзаказе оставила, что я хочу эти ножи. Мне досталась такая салфетка и цветочек. Вот такая у меня получилась коллекция ножичков. И у меня с ножами для вырубки есть одна идея. Хочу с вами ей поделиться, насколько вам это будет интересно. У меня есть мысль сделать проект по страничкам, где главным инструментом будут именно ножи для вырубки, как их можно использовать. И как раз вот в этом проекте мы с вами можем поговорить о многогранном использовании ножичков, чтобы по максимуму их весь потенциал раскрывать, чтобы их по-разному применять. Не просто делать вырубку, которой мы будем украшать работу, а нечто большее, выходить за рамки вот этого такого представления о вырубке. Напишите, насколько вам будет это интересно. Хотели бы вы, чтобы я такой проект организовала, именно странички с ножичками и интересных идеях, как их можно применять. Соответственно, подойдут сюда разные ножи и такие очень универсальные, и необыкновенные, и необычные, то есть то, что у вас есть в запасах. Буду рада услышать ваше мнение на эту тему. Обязательно пишите, потому что любой проект, о котором я думаю, и сначала размышляю, прежде чем его начать. Мне бы, конечно, хотелось узнать, насколько вам это интересно. Пишите, насколько вам это будет интересно. Буду очень ждать вашей обратной связи. И спасибо за то, что посмотрели это видео. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.